привет с вами арта ласки и добро пожаловать на мой канал по созданию игр совсем недавно я закончил пятую версию конструктора фонов и практически доработал шестую так сказать последнюю и хоть к ним я еще обязательно вернусь сейчас хочется сделать и другие конструкторы на разные темы с фонами как бы разобрались далее у нас идут конструкторы персонажей и один из таких конструкторов уже готов так сказать первая пилотная версия в которой уже более 200 различных элементов для создания своих персонажей но тем не менее этого еще на мой взгляд очень мало и я намерен его основательно развивать вплоть до вывода в steam полноценного приложения то есть это уже будет не просто искать набор спрайтов как сейчас а будет полноценный графический редактор заточенные именно под создание пиксельных персонажей впрочем разработка как бы уже идет но пользоваться конструктором можно уже сейчас а в отличие от конструкторов фонов я сделал не только формата для фотошопа но и просто в png файл то есть это такой вот атлас которым содержится а все элементы давайте посмотрим уже лучше в самом фотошопе а то есть сейчас у меня открыт именно psd файл и значит что из себя представляет первая версия конструктора это большой набор различных элементов здесь их более двух сотен а также есть немножко примеров уже наверняка видели их в группе просто создавал их для теста из тех самых элементов вот и собственно сами палитра как видите здесь на каждый цвет есть а и тень и свет и можно сразу протестировать а все эти цвета на вот это вот забавном человечки давайте допустим сделаем ему что-нибудь такое вот темная так не туда нажал вот так а здесь цвет тени сразу же давайте попробуем и можем взять на светлый цвет уже используйте он парни на штана где-нибудь его здесь а например на футболке так как они все любом случае будет сочетаться между собой посмотрим и да в принципе все неплохо сочетается но вообще его можно как бы и вот так вот убрать отдалить а чтобы сделать следующим образом значит у нас photoshop нам файле сейчас всего три слоя то есть это конструктор персонажа и цвета а суть в чем если нам нужно поменять какой-то цвет например нас а вот этот цвет красный не устраивает мы просто открываем а слой с цветом выбираем есть какой-нибудь цвет и уже меняем его здесь то есть работа происходит именно на слой с конструктором давайте даже сейчас вот так вот помечу вот допустим поменяли цвет и все и спрятали давайте еще цвет тени сделаем вот так если вас цвет немножко не устраивает не забывайте про а кривые это control м либо через коррекция кривые можно здесь его как-нибудь подкорректировать ну и соответственно про яркость контрастность это нас control у здесь можно и цветовой тон тоже подредактировать либо вообще его полностью изменить в общем инструменты photoshop также здесь добавляют своих прелестей но впрочем естественно не только photoshop а любой графический редактор давайте посмотрим как же вообще им пользоваться вот допустим мы открыли и что теперь сделать проверьте что вы находитесь на слое с конструктором давайте этого пока чудика отсюда вот так уберем подвинем здесь все что нам будет нужно это инструмент лассо горячая клавиша l ну либо сразу выделение прямоугольника через горячую клавишу м то есть либо будем выделять вот так либо вот так то есть как удобнее я предпочитаю интерфейс спрятать нажимаю tab а можно даже еще пару раз нажать f чтобы вообще полностью спрятать интерфейс окей для начала возьмем какое-нибудь тело допустим вот это а иначе смотрите а выделяем его и через горячую клавишу control alt и левая кнопка мыши и мы можем сколько угодно дублировать эти элементы таким образом вы как бы просто не испортите сам элемент в конструкторе вот так переносим его в специальную зону она ограничена 32 на 32 пикселя но это в принципе не кредит не критично это как бы просто чтобы ориентироваться в принципе для удобства в будущих версиях можно создать и разные фоны 64 на 64 допустим 16 на 16 и так далее так предположим добавим сюда вот такую маленькую голову даже шеи не помешали бы какие-нибудь руки этому голову можно еще немножко сместить хотя нет кстати было лучше что касается руки можно немножко пофантазировать и вот так ее слегка обрезать на мой взгляд так более реалистично тоже базу у нас уже есть мы можем ее также слегка отодвинуть и попробовать здесь например другую голову тогда получится немножко другой стиль но в принципе тоже должно быть забавно вот совсем уже другие пропорции но тем не менее с этим тоже можно что-нибудь придумать большая голова позволяет добавлять на нее большие глаза хотя эти глаза все равно немного больше это тоже как бы добавляет такой комичный эффект ну по желанию можно сюда и самому зрачки подрисовать если нужно а также не забавим что здесь есть еще уши и брови и за же вот такая монобровь не знаю подойдет ли она сюда в принципе она подойдет но конкретно здесь смотрится не очень поэтому пока что ее просто уберу а вот что-то вот вроде таких должно подойти отлично а я рекомендую их просто сейчас располагать рядом и выделять уже по одной чтобы подкорректировать расстояние так будет намного удобнее вот так а в любом случае их можно было и не добавлять потому что мы скорее всего добавим какую-нибудь большую прическу ну давайте попробуем допустим вот эту она нас слегка мелковата это конечно не проблема потому что ее можно подкорректировать самому просто так вот раздвинуть на несколько пикселей я думаю это вовсе не сложно и сможет каждый так пожалуй даже нужно давайте все-таки так и сделаем вот можно даже попробовать сделать ему какую-нибудь модную шляпку вот так и в принципе уже получился какой-никакой вновь персонаж напоминаю про слой с цветами мы его просто включили и давайте изменим ему цвет футболки на какой-нибудь даже не знаю знаете попробую вот этот как бы не сильно отличается но тем не менее хотя бы тень теперь более читабельная а вот так даже лучше давайте сделаем ему красные штаны ради веселья можно попробовать добавить ему какие-нибудь усы в принципе они здесь смотрятся неплохо но давайте попробуем что-нибудь еще так все-таки те смотрелись лучше такой цвет ему не подойдет в принципе форма тоже и также можно попробовать сюда добавить еще и бороду например вот такую козлиную бородку но нет кажется уже перебор что ж давайте оставим самый первый вариант он смотрелся здесь достаточно неплохо вот так и возьмем тот же цвет что и на волосах напоминаю что это можно сделать с помощью пипетки просто зажав alt в принципе должен был сказать об этом раньше когда показывал работу с цветом но что-то вылетело из главы а при желании можно добавить сюда тени я как бы изначально не стал чтобы не было перегруза деталей но принципе это сделать не сложно давайте пока оставим его в покое слегка его отодвинем и вернемся к нашей первой базе а сюда уже можно глаза сделать поменьше например мне нравится вот эти и причесочку ему тоже можно какую-нибудь поменьше вырод такую а вот лишнее просто уберем хотя можно его так его подвинуть и кажется так даже лучше то есть даже при минимальном редактировании можно получить гораздо интересный из гораздо более интересный результат и давайте попробуем сделать ему какую-нибудь забавную бороду и да действительно с ней он выглядит очень забавно для него она слегка большевата это конечно как вы уже поняли не проблема так как можно легко все и подправить но сейчас так по минимуму попробуем сделать ему такую же бороду вот в принципе готовая борода у него уже так хорошо с гражданскими пока хватит давайте создадим какого-нибудь такого опасного персонажа но для начала напомню про вот таких вот маленьких что они тут тоже есть и им тоже можно делать как вот такие вот маленькие головы так сказать реалистичные пропорции либо что-нибудь повеселее например вот такие либо вообще самую большую почему бы и нет впрочем как вы поняли это тоже не предел а если вам не нужны вот эти вот уши можете просто их убрать заливкой и в принципе никаких проблем а я пока просто и здесь слегка подправлю и все вот такое вот минимальное редактирование с руками для таких вот персонажей я советую выбирать что-нибудь потоньше и поменьше например вот такой вот вариант все осталось добавить ему глаза можно добавить самые маленькие но я думаю здесь все таки более большой вариант будет смотреться интереснее например вот такие вот глаза но и само собой прическа а я обычно пример ставил вот это вот большое нужно здесь весьма неплохо смотрится но давайте попробуем что-нибудь еще например вот такой забавный причесом и опять же готовый персонаж осталось его только анимировать и все теперь теперь же что касается других сразу начнем давайте с головы а я буду ориентироваться на вот эти вот элементы то есть как видите здесь их уже немало они под разные размеры заточены скоро их будет еще больше а пока что просто для примера хочу сделать с такой вот головой с таким капюшоном отлично подходит я кстати даже еще не проверял насколько вот эти новые элементы подходят под маленькие головы так руки можно сделать вот такие вот от тела пожалуй выберу вот такое хотя давайте выберем что-нибудь другое так сказать для разнообразия например вот это теперь все это просто собираем вместе так здесь у нас можно подкорректировать добавляем сюда руки думаю можно обойтись без вот этого части в большинстве вариантов но для удобства я все-таки оставил ее а вот эту вот линию как бы крайнюю вообще ее в большинстве случаях можно убирать как вот здесь в принципе в некоторых я ее все-таки убрал нанесать и кстати я думаю что ему можно слегка поднять пояс просто выделяем и также удерживаем control alt как бы дублируем вот эту выделенную часть и тем самым просто поднимаем ему пояс на чтобы это не было как диск варс также ему здесь слегка поднимем так уже повеселее в принципе хотя я думаю что лучше все-таки немножечко так вот опустить вот вот в таком варианте он мне нравится больше теперь закрасим все остальное таким же цветом чтобы он получился таким вот темным и на этом можно будет читать этого темного персонажа законченным кстати не помешает добавить тень от капюшона но опять же на любителя теперь просто добавим ему глаза и в принципе на этом я думаю с ним можно закончить вот они у здесь отлично подошли впрочем его можно также легко превратить какого-нибудь рыцаря давайте просто его слегка обезглавим думаю на нас не обидится за это его без головы не обижаются и даже будем брать не уже готовую голову а выберем сразу шлем кстати вот такой черный давайте и поставим а кстати некоторые элементы имеют сразу тень то есть если я его наложу сюда то видите что определенная часть под шлемом затеняется поэтому я пожалуй все таки возьму сначала голову хотя бы примерного размера и уже на нее положу шлем дадим ему в руки меч или лучше дать ему сюда щит можно поэкспериментировать с размерами формами то есть на то он в принципе и конструктор и да не забываем что у нас это все таки правая рука который щит обычно не держит поэтому поступим немного по хитрому вот так его отразим и просто дадим ему какой-нибудь щит пожалуй здесь слегка изменю цвет чтобы он хоть немного сочетался со шлемом так и осталось теперь дать ему в руки меч я думаю вот этот вот подойдет хоть и кажется что он немного большеват в принципе нормально можно его просто слегка укоротить и теперь все нормально в любом случае можно просто так сказать лишнее обрезать и получить вот такой вариант как будто не было у нас здесь а можно сказать все готово попробуем как бы другие цвета у глаз чтобы просто не сливался с обводкой шлема и кстати не забываем про вот эти вот штуки для шлема например вот эту хотя мне кажется здесь больше подойдет все таки вот это может быть даже поменьше и возможно даже другого цвета хотя красные здесь неплохо сочетается но раз у него синеватые глаза то я думаю можно сделать ему и а вот эту штуку тоже немного синей как видите здесь слегка не сработала эта хитрость поэтому давайте просто включим нашу палитру и возьмем цвета отсюда окей допустим вы создали персонажей теперь все что вам нужно это просто его выделить давайте допустим вот этого чудика а проверяйте что вы находитесь на слое с конструктором нажимаем control c либо просто редактирование скопировать открываем новый документ и вставляем его сюда либо через control v либо через редактирование вставить все теперь мы можем его просто сохранить только я бы на вашем месте еще слой с фоном удалил вот теперь он будет с прозрачным фоном и его можно вставить а либо уже как-то анимировать то есть кому что чтобы этот конструктор приобрести вам нужно просто перейти по ссылке в видео и у вас откроется вот такая вот карточка товара а можете здесь почитать может даже что-то интересное найдете и потом просто нажимаете написать продавцу здесь можно ничего не мять нажимаем отправить и я написал сообщение сам себе красава все это выглядит примерно следующим образом я вам просто высылаю реквизиты для оплаты там киви яндекс кому как удобнее можно с карты можно с обманей да хоть с пайпала это не важно и после оплаты я просто вам высылаю ссылку на скачивание ну что ж если вам понравилось данное видео и собственно сам конструктор то подписывайтесь и ставьте лайки а также вступайте в мою группу вконтакте с вами был арталаски до завтра подписывайтесь на канал подпишитесь на канал в комментариях на канале и подписывайтесь на канал